Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Немцы недовольны односторонними сообщениями СМИ, и они настаивают на своем праве иметь собственное мнение. Недавно в одном интервью бывший депутат Бундестага, эксперт по внешней политике Вилли Виммер, сказал, я цитирую, «Чтобы оставаться в курсе событий, не нужно смотреть АРД и ЦДФ. Чтобы знать, что происходит в мире, мне не нужны эти две радиостанции из Германии. Все больше граждан имеют тот же взгляд и ясно выражают свое разочарование. Почти на все большие редакции телевидения и газет обрушивается шторм песен, откликов, звонков и комментариев на порталах интернета, в которых зрители и читатели ясно выражают, что они сыты односторонними сообщениями. Кто однажды уже читал колонки комментариев на страницах читателей в интернете этих редакций, тот видел, как сильно мнение граждан расходится с тем, что распространяется по телевидению, радио, в газетах и журналах. Промывка мозгов по шаблону «злые русские» и «добрый Запад» совершенно очевидно уже больше не дает желаемого успеха. Это подтверждают также опросы последней недели. Большинство немцев, соответственно, не хотят никакой войны с Россией. Они потеряли доверие к НАТО и ЕС. 84% немцев, то есть подавляющее большинство, не советуют предоставлять вооруженную поддержку Украине, тем самым высказываясь против мероприятий НАТО. Они также выступают за нейтралитет Германии и роль посредника в урегулировании отношений с Россией. И почти все опрошенные, то есть 92%, против того, чтобы прервать политические отношения с Россией. Журналист «Еженедельник Одитсайт» ошеломлен этой активной позицией граждан. Он обобщил реальную ситуацию так, я цитирую, «Таких дебатов и споров, которые возникают у нас относительно России и Крыма, я не слышал за все 30 лет своей профессиональной деятельности. Если опросы не обманывают, тогда сейчас две трети граждан, избирателей и читателей, стоят против четырех пятых политического класса, то есть против правительства, против подавляющего большинства в парламенте и против большинства газет и радиостанций». Кроме того, дорогие зрители, все больше людей в Берлине и других городах Германии выходят по понедельникам на демонстрации, чтобы открыто заявить о своем недовольстве и выступить за мир. «Это не только простые граждане, поднимающие голос против политики СМИ. Все больше именитых личностей вливаются в хор голосов, уставших от сообщений СМИ. В то же время независимые платформы СМИ, как Клягемауэр ТВ, прорастают, как грибы из земли и дают зрелым гражданам то, чего они требуют, возможности на основе голоса против самостоятельно создать свое мнение». Мы сегодня прощаемся с вами с несколькими цитатами из вышеназванных комментариев, оставленных граждан относительно СМИ. Журналисты должны сообщать информацию нейтрально и объемно, не влияя по своему произволу на политику и не пытаясь оказывать влияние на людей. Я хочу сам составить себе свое мнение на основе правильной информации и не нужно, чтобы мне объясняли, что я должен думать. Это я сделаю сам. Поведение Запада в украинском кризисе настолько агрессивно, что я сильно задумываюсь. Сообщения в СМИ настолько единогласны и однобоки, в чем чаще всего укоряют большие диктатуры. Я говорю «нет» в войне против России и уж вовсе «нет» в войне с участием Германии. Не Путин всех разделяет, а совершенно однобокие сообщения. Речь ведь не о Путине и дискуссиях о его позиции. И всякая подобная чушь. Речь идет о фактах, что Запад активно дестабилизирует Украину. Он выстроил себе удобную политику второстепенности и теперь стоит перед горой из-за обломков неосведомленности и глупости. Так как я украинец, но живу в ФРГ, я хорошо могу проанализировать высказывания западных СМИ. Ведь мои близкие друзья и родственники все еще живут на Украине. Хочу сказать, что это не были маленькие ошибочки от АРД, ЦДФ, CNN, BBC и так далее. Но блистательные промахи и грубые, совершенно односторонние, не дифференцированные, полностью не уравновешенные сообщения. Достоверность нашего государственного телевидения сильно пострадала в моих глазах. И я спрашиваю себя, что же мне преподносили во времена моего легковерия? НДР, вы замечаете, какое мнение имеет большинство комментирующих? Вы работаете по нашему заданию, получаете наши деньги. За работу? Уважаемые зрители, мы желаем вам доброго вечера и убедительно советуем, обращайте внимание на наши передачи тех людей, которые еще легковерно позволяют СМИ обманывать себя. До свидания. До свидания.